Ну, красиво же, друзья, правда? Очень-очень красиво здесь, очень ярко, хотя и очень холодно. Высокоширотную экспедицию нашу на сегодня уж точно не назовешь, но экстремальной я ее готов уже назвать на эту съемку. Добрый-добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в Казани, в Сталите Республики Татарстан. Ну, точнее, вы, скорее всего, у себя дома, вам тепло, хорошо, уютно, заварили себе что-нибудь горяченькое, правда? А я вот здесь. Еще вчера здесь вечером было минус 36. Сегодня потеплело, но ветер, который тут иногда с Волги долетает, вообще, конечно, делает поездку нашего такой достаточно авантюрной. И поход наш прямо сейчас в любой момент может закончиться. Потому что могу либо закончиться я, либо моя батарея, либо телефон, либо стабилизатор. То есть что-нибудь вот-вот явно должно сломаться. Поэтому, друзья, не будем терять время. И давайте посмотрим, как же Казань выглядит этим январем. На нас движется трактор, который сейчас тут что-то будет чистить и шуметь. Нам хочет он немножко помешать, но у него не получится. В любом случае, давайте смотреть сначала Кремль. Вот он, расчудесный Казанский Кремль, который будет в свое время включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вот они его высокие белокаменные, заметьте, стены в самом центре экрана вашего с развивающимся флагом. Флагом, кстати, республики Татарстан. Российские там чуть-чуть стороночки. Так вот, это резиденция президента. И позволю себе заметить, друзья, что не Раиса, а самому, что и не наесть президента Татарстана, пока этот регион сохраняет у нас звание главы своего как президента и никак не иначе. И вот сейчас в центре та самая башня Сюимбике. Посмотрите, расчудесная падающая башня Казанского Кремля. Никто толком не может объяснить, когда она была построена. Но то, что она действительно имеет небольшой наклон, это так, расчудесный красный кирпич. Здесь на фоне белых стен и белоснежного храма, посмотрите. Да, здесь же еще и Благовещенский собор. Вот сейчас он в самом центре, с таким кокошничком, видите, цветным. Дело в том, что это один из ярких примеров, один из ярких образцов именно русского, псковско-новгородского зодчества. Вторым, 16 века, сразу после взятия Казани, первые камни в основании храма этого будут заложены самим Иваном Грозным. Он, если помните, и Астрахань брал, и Шпака брал, и Казань брал. Ну, трактор уедет вообще или нет? Ребят, я вам сейчас хочу такое здание показать. Вы ахнете и охнете от того, что сейчас увидите. С Кремлем все понятно, мы когда-то гуляли там, если помните. Прямо сейчас ссылка, кстати. Появится нашу летнюю прогулку рядом с Кремлем. Мы с вами сейчас, друзья, отправимся у подножия этого Кремля искать ту самую Кремлевскую набережную. Перед тем, как это сделаем, смотрите. Вы увидите дворец земледельцев. Вот так. Вот такая, знаете, вариация на тему Хофбурга в Вене. Может, кому-то он напомнит Лептипале, что в Париже. Но то, что это размашистая, роскошная, именно имперская архитектура. Правда, начало 21 века. Это точно. Кто-то дворец земледельцев в Казани называют чуть ли не самым безвкусным зданием, построенным здесь, в столице Татарстана за последние 20 лет. Кто-то, наоборот, символом новой эпохи и вот таким вот гимном новому времени. Но то, что не оставляет это здание никого равнодушным, это точно. Здесь находится министерство сельского хозяйства. Все агропромышленники, ветеринары, экологи, все те, кто занимаются в Татарстане сельским хозяйством. Именно поэтому посмотрите, дворец земледельцев написано вот там, в центре экрана вашего, по-русски. Поскольку в республике Татарстан два официальных языка, то вот это. Но если отсюда смотреть фасад, то правое крыло. Ингенчалер Сарае. Здесь все написано по-татарски. Этот трактор уедет сегодня? Нет? Куда-нибудь, когда-нибудь вообще в самом-то деле? Нет, ну, конечно, молодцы, все очистят, но... Другой стороны, смотрите, какой-то красивый трактор, да? И как неплохо, современный трактор смотрится на фоне современного же фасада. Его центр украшает, посмотрите, семиэтажный дом-дерево. Огромное, которое должно символизировать и вечную жизнь. И, конечно, все успехи агропромышленного комплекса 16-го региона. Плюс еще и вот так подсвечено. Видите, вечером какой-то зеленый фон. Тут вам и купол, тут вам и лошади, которые стоят на задних ногах. И колонны. Здесь смешение всевозможных стилей. Там вот наверху и выседают эти самые грифоны, огромные чудища. Тут такие вот елочки совершенно подсвеченные, вы видите, да? Вот вся вот эта красота. Здание, вы видите, соседствует с Казанским Кремлем. И тот вот отсюда, если смотреть так снизу, то чуть ли не проигрывает. И в подсветке, и в каком-то общем восприятии, что ли. Смотрится все восхитительно. Вот так. А, друзья? Построено будет свое время там, по-моему, за года три или что-то в этом роде. Антика Плюс, как-то так называлось, архитектурное бюро. Компания, которая предложила такой проект. Он был поддержан как раз главой республики Татарстан. Ну и вот здесь выросло вот такое чудо. Вот такой фон для ваших вечерних фотографий. Если вы приедете в Казань, когда стемнело, то первым делом имеет смысл приехать вот сюда. К подножию вот этого огромнейшего совершенно дворца. Посмотрите еще раз, друзья. Вот так поставить на стоп-кадр и сказать, что это современная Россия. Причем по Волжье, да? И никто же, наверное, никогда не поверит. Ну а мы немножко пойдем, друзья, прогуляться с вами по вот такому парку, который расположен здесь, у подножия высокого холма. Именно на этом холме как раз и находится Кремль. И, собственно говоря, такой исторический центр Казани. А спускается холм этот к реке Казанки. Да, все логично. Вот к ней сейчас пойдем мы, чтобы чуть посмотреть на самый длинный каток Европы. Кататься на коньках сегодня вам не обещаю. Ну, по крайней мере, посмотрим, как проводят в середине января свой будний день казанцы. Может быть, там кого и встретим. Город возник здесь больше тысячи лет назад. Это была, если хотите, такая порубежная, пограничная крепость тех самых древних булгаров. Может быть, кто был в Великом Болгаре или Булгаре, его по-разному называют на берегу Волги, где еще в 9 веке те самые булгары приняли ислам. И, собственно говоря, когда-то это было очень важное, мощное, сильно интересное государство. А Казань после ордынского разорения булгары начинает возвышаться, получает преимущество за счет своего географического положения. И вот, собственно говоря, этот самый холм, который мы с вами оставляем, нынешний Кремль, становится центром города казанского со временем ханства, которое уже в середине 16-го и будет брать Иван Грозный. Историю вы наверняка помните про тот самый город Свияжск, рядом с которым, спустив с угличка вниз по Волге, свои осадные машины Иван Грозный их собирает и с третьего раза таки Казань берет. С тех самых пор на свет появляется Белый Кремль, то есть Белый город, то есть те стены, которые мы с вами видим сегодня. Они середина 16-го века, его будут строить как раз новгородцы и псковичи. И можно сказать, что это чуть ли не самые восточные примеры вот такого фортификационного сооружения, именно псковского типа. Длинные стены, квадратные круглые башни. Когда-то, повторюсь, мы с вами в Кремле и рядом с Кремлем гуляли. Ну а здесь у Кремля, действительно недавно, будет появляться вот такой инфраструктурный проект, как Кремлевская набережная. Я сейчас захожу на набережную с не парадного входа, поэтому вам может показаться все тут таким немножко местечком. Но поверьте, вот тут в двух шагах Кремль, вот он, вот вы сейчас отлично видите. Вот тут пару ступенек, и мы с вами совершенно в каком-то другом измерении, да? Понятно, что новогодние праздники так уже отгремели. И весь этот туристический бум, а в Казани есть приток туристов, как раз на новогодние праздники, он уже схлынул. И все те, кто приехали сюда покататься на коньках из Нижнего, Чебоксара или даже из Москвы, уже уехали и начали свои рабочие недели. Поэтому немножко пустовато, так знаете, пустынно. Но вот я не знаю, моргает ли все у вас на экране вот так нещадно, как у меня. Но, друзья, у нас нет с вами ни другого шанса побывать здесь этой зимой, ни другой камеры. У меня, по крайней мере, нет, чтобы показать вам, как выглядит этот каток. Это самый длинный каток России, один из самых длинных в Европе, длину почти полтора километра. И весь берег этой самой Казанки, он как раз вот так радостно собою и украшает. Вот нам вход. Сейчас надо поймать кого-нибудь в камеру на коньках, чтобы вы мне поверили, что это все-таки каток. Потому что так вообще непонятно. Иду какие-то огонечки снимаю. Вот, там кто-то пытается прокатиться. Вот эти ребята только-только сейчас взяли коньки на прокат. Вот в центре экрана вашего, если видите. И вот они сейчас будут эти самые полтора километра тут радостно ехать. Я кататься не умею. Не очень, если честно. Это люблю, люблю смотреть за тем, как катаются другие. Ну и вам показывать тоже люблю. Вот как-то так. Вот видите, вот они тут молодцы такие. И вот отсюда вы вон туда вперед вообще. Вы пол Казани тут проезжаете по берегу. Вот профи едет, смотрите. Вот-вот-вот едет коньки сдавать. Класс. Нет, не сдает. Вот тут прокат. Все очень современненько. Все очень чудно. Что-то там залог оставляете. Берете, есть все размеры. Очереди небольшие. Вот можно посмотреть. Вот сейчас не то, чтобы сильно поздно. Но вот так практически никого. Добрый вечер. Ой, тут тепло, ребята. Вообще-то так здорово. Все, дверку закрываю так, чтобы меня так не смотрели страшно. Тут летом здорово еще ездит вот такой итальянский паровозик. Видите? То есть можно сюда радостно сесть, и вас по самой Крыльевской набережной тут покатают. То, что это совершенно точно новый центр города, говорит и обилие ресторанов. Сейчас мы с вами их чуть посмотрим так внешне. Здесь хорошие туалеты, бесплатные, чистые. Это немаловажно, согласитесь. И зимой здесь вот такие разбивают. Видите, фотозоны с этими всеми зверями из огней. Классно, классно. Да, вот сейчас эти огонечки я вам покажу здесь на входе. Вот там в прокате, да, что справа. Вы конечки берете, там же их издаете, а вот тут катаетесь. И вот они, эти самые полтора километра огней, света, очень даже неплохого льда, по крайней мере, на мой дилетантский взгляд. И вот так все это выглядит, друзья. И это берег даже не Волги, а реки Казанки. Вот она здесь в двух шагах от нас. Скорее всего, именно от нее получил название город. А может быть и нет, там вообще все не так просто. С этим Казан, Кабан. Так или иначе, Казанка здесь довольно широка. Вот такая пойма у реки появилась, когда появилось Кубешское водохранилище на свет. И Казанка, вообще довольно узенькая речка, превратилась вот в такой широченный залив. Вот видите, противоположный берег. Вот сейчас в центре экрана вашего. Видите, парк Ривьера и колесо обозрения. Вот видите, таким, такой радугой оно разлетается. А там, кстати, классно можно провести время и прокатиться на колесе, на работе даже зимой. Вид открывается чудесный на город и на, конечно, спортивный квартал. Вот этот Новосавенковский район. Вот это все то, что вот в ту сторону. Это все спортивные объекты. Там и дворец водных видов спорта, и, конечно, знаменитый новый Казанский стадион. А вот здесь, может, попробуйте так вот рассмотреть. Вот сейчас в центре экрана вашего вот тут, между моими двумя пальцами, находится центр семьи или дворец бракосочетаний Даши Намдакова. Блестящего совершенно бурятского скульптора. Я прекрасно помню, как мы в Бурятии там мерзли специально рядом с Иволгинским, чтобы посмотреть пару его работ. Очень прославленный мастер. И вот здесь, в Татарстане, он выстроил не только этот самый Казан, но и все эти фигуры, скульптуры, что рядом, это его рук дело. А вот тут, смотрите, какие арки. Фотографироваться вообще одно удовольствие, правда? Правда, как-то немного в этом рождественском городке народу пока. Не, что пока. Наверное, так уже. Все-таки вторая половина января. Все понятно. Никого, кроме нас с вами, здесь нет, друзья. Цирк, он, понимаете, уехал. Только вот я остался. Ну и вы хоть посмотрите, как это все выглядело. Может быть, решите в следующем году оказаться здесь, в Казани. Побродить по Казанской набережной зимой. Друзья, мало, мало городов в России, где можно здорово проводить время на свежем воздухе зимой. Вот, мне кажется, Казань один из таких. Вот тут замерзли? Пожалуйста. Глинтвейн. Вафли. Ну, понятно, Глинтвейн не так хорош, как мы с вами пробовали на стрелке Васильевского острова, правда? Ну да, во время этих экскурсий по предновогоднему Петербургу. Ну, тоже сравнить-то можно, да? Там вот очень такой необычный ресторан. Никто в мире не знает эту сеть. А мы-то с вами точно уверены, что она лучше вкусно называется. И точка. Вот так, представляете? А тут в центре еще и вот такая вот елочка с пятиконечной звездой. Причем пятиконечная звезда, так на фоне мечети Кулшариф, естественно. Мечеть там вот совсем скоро будет появляться. Мечеть Казанского Кремля совсем рядом. Вот видите, тут вот с этой стороны очень хорошо, что Благовещенский собор и минарет Кулшариф от центра экрана вашего вот здесь. Они такие равновысокие. То есть как символ того, что действительно сегодня мусульмане и православные в Татарстане живут в дружбе и согласии. Как и должно быть. Где-то там 45 на 45 процентов населения русских татар. И вот такое где-то 50-50 распределение по религии. Один из самых мультикультурных регионов страны. И Казани один из самых безопасных городов страны. Вот, конечно, забудьте вообще про всю эту Казанскую там какую-то группировку там и прочее, прочее. Нет, это все давным-давно в прошлом. В Казани очень безопасно гулять. Много света. Летом так вообще, знаете, город, особенно в центре, на Баумана так просто там не спит. Ну и зимой, зимой есть что посмотреть. Вот такие вот, видите, пряничные человечки. Такие огонечки. А там вот ресторанчик, хоть давайте заглянем, хоть, знаете, но просто порадуемся, как людям там тепло и хорошо. Ну хотя бы вот. Ой, какие скульптуры. И вот кто-то сидит там, листает барную карту. Вот официант спешит. Вот видите, как здорово. Белый медведь тут вот один мерзнет. Белый медведь и мы, да? А сейчас хочу вам показать такой общий вид еще раз на Дворец земледельцев и на Кремль. Цельком всю Кремлевскую набережную пройти. Ну, понятно, сил у меня сегодня не хватит. Уже, видите, так подмерзает тоже стабилизатор. Друзья, прохладно. Прохладно может быть и на Новый год, и зимой. В Казани такой, знаете, континентальный климат. Поэтому здесь действительно жарко летом и действительно холодно зимой. Поэтому если вы от наших ледяных дождей там и каких-нибудь там плюс-минус два в Петербурге устали, то вот, добро пожаловать. Два часа и вы в Татарстане, и вы в Казани. И, конечно, если днем вы взяли себе гида, поездили по городу, все посмотрели, обязательно нужно увидеть Казань в вечерней подсветке. Это город огней. Слишком уж много здесь таких ярко подсвеченных достопримечательностей, чтобы рано ложиться спать. Поэтому, друзья, еще разок давайте вот так окинем взором. Вот он чуть глубиннее остается, наш дворец земледельцев. Посмотрите, Богородицкий монастырь сейчас на одним. Вот именно там, где купол уже не зеленый, а такой голубовато-белый, видите вы. Вот там, еще в 16 веке, некой девочке Матрёне явилась та самая икона Казанской Божьей Матери. И на свет появится вот тот самый Богородицкий Казанский монастырь. Там разрушенный в свое время, но восстановленный относительно недавно. Вот этот барабан и башенка Пятнинская церковь. А вот уже отсюда начинаются стены, белые стены Казанского Кремля, друзья. Вот так. Ну и через Казанку здесь переброшена дамба на ту сторону, на Козью Слободку. Ну и, собственно говоря, сразу за ней, вот за этими там пляшущими огнями и многоэтажки уже Волга. Казань находится на одном берегу реки, на том, на правом берегу Волги. Так по большому счету городских районов нет, да, вся Казань здесь на левом. По Волге летом одно удовольствие добраться, например, до того же Болгара вниз по течению. До Свиярска чуть вверх по течению. Все это здесь и вообще интересных мест, которые можно посмотреть в Царстане летом, хватает. Ну и зимой, друзья, зимой Казань может вас удивить. Вот так чуть прогулялись по Кремлевской набережной. С вас нравишко, если понравилась подписка на мой канал. И, конечно, Бусти, друзья, не забывайте, захотите канал поддержать, буду вам бесконечно признателен. До новых встреч!